Что такое селфи-зависимость и какое мороженое полезное, а какое нет? Ответ на этот вопрос сегодня можно было узнать в социально-гуманитарном колледже. Там прошла студенческая научно-практическая конференция. Она стала юбилейной, десятой по счету. Темы звучали разные – финансы, миграционная политика, конкуренция в ресторанном бизнесе. Прослушала доклады и моя коллега Любовь Пермякова. В современном мире очень популярным является искусство фотографии. Фотографии – это язык, говорящий на уровне эмоций. А селфи – это, пожалуй, самый популярный вид снимка. Именно с этой темой выступила Алена Мельки. Ее доклад был один из самых интересных. Можно сказать, что селфи у некоторых – это уже диагноз. И если его лечить, то нужно реально обращаться к психологу. И тогда, может быть, он поможет, потому что селфи – это у нас в первую очередь, когда человек не уверен сам в себе. Есть разные виды селфи – лифта, лук, дакфейс, релфи, экстрим селфи. И с каждым годом любителей автопортрета становится все больше. Кстати, первый селфи в России сделала великая княжна Анастасия, младшая дочь царя Николая II. В 1914 году она сфотографировала сама себя на камеру «Кодак Браунин». В записке отцу от 28 октября, которую Анастасия приложила к снимку, она написала «Я сделала это фото, смотря на себя в зеркало. Это было непросто, так как мои руки дрожали». Дрожали руки и у Светланы Щербининой, еще одной участницы конференции. Но не из-за того, что она делала селфи. За несколько минут до выступления ей сообщили. Ее работа на всероссийском конкурсе получила диплом третьей степени. Тема очень актуальная – взаимодействие сложносоставных субъектов на примере Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Понятным языком, с подкрепленными фактами, она рассказала про дела семейные. Мне сразу понравилась эта тема. А чем понравилась? Это очень интересная тема, тем более, мне кажется, не только для меня, а вообще для всех жителей округа. Не все же люди все понимают, как все произошло. А тут я им попыталась рассказать и сама разобраться, как все было. А трудно было готовиться? Ну да, это весонные ночи, очень много информации. Нужно было это искать, просить все запросы с бюджетом, сколько сумм, сложно было. Но мне Ольга Николаевна очень помогала. На конференции звучали не только острые темы, звучали и песни. Песни, с которыми мы победили. К 70-летию победы Яна Беркут, автор выступления, напомнила о том, что песни на войне были больше, чем мелодия. Они вдохновляли, утешали, сплачивали, напоминали о самом дорогом. Большая работа была проведена студенткой не только по изучению истории написания песен. Чтобы понять, знают ли наследники героев песни военных лет, провели опрос. По результатам получилось, что 17% опрошенных ошибочно считают песни эмблемой «День победы». А на самом деле это священная война. А у тебя какая-то новая песня? Я думаю, Катюша. История студенческих конференций в Нинецком округе ведет отсчет с 1999 года. Тогда в конференции, организованной в колледже, приняло участие 6 студентов, а в этом году более 25 выступающих. С 2003 года Наринмарский социальный и гуманитарный колледж стал площадкой для проведения окружных студенческих научных форумов, в которых участвуют все учебные заведения Нинецкого округа.